2 мая 1945 года. 1411 день войны. Ночью 2 мая в час 50 минут радиостанция штаба Берлинской обороны передала «высылаем своих парламентеров, прекращаем военные действия». В 6 часов 30 минут в плен сдались начальник обороны Берлина генерал Вейдлинг и офицеры его штаба. В ответ на радиообращение генерала к войскам Берлинского гарнизона в 15 часов немецкие солдаты сложили оружие. В этот день войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева после упорных уличных боев полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. В плену оказалось 134 тысячи немецко-фашистских солдат и офицеров. В одном из уличных боев в Берлине погиб герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Родионов. Командир батареи противотанковых орудий был представлен к высокой награде еще за форсирование Одера, но получить золотую звезду героя Николай Иванович Родионов не успел. В этот же день, 2-го мая 1945 года, Германия, юго-восточнее Берлина, войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершили ликвидацию окруженной группы немецких войск. За время боев в этом районе с 24 апреля по 2-е мая наши войска захватили в плен более 120 тысяч немецких солдат и офицеров. Войска 2-го Белорусского фронта, завершив разгром частей 3-й танковой армии противника в Западной Померании и Мекленбурге, заняли города Варнемюнде, Барт и Росток. Чехословакия. Войска 4-го Украинского фронта продолжали освобождение Моравско-Остравского промышленного района, очистив от фашистов несколько крупных населенных пунктов. Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ 2-му Украинскому фронту о проведении пражской наступательной операции совместно с войсками 1-го Украинского фронта. Италия. Югославские войска освободили город Триест. Северная Германия. Английские войска вступили в город Любек. Москва. В честь взятия Берлина состоялся салют 24-мя артиллерийскими залпами из 324 орудий. 2 мая 1945 года. До нашей победы оставалось 7 дней.